Добрый день! Продолжаем тему стикер-модов, и на очереди судоку-куб. Недавно у меня в комментариях кто-то про него спросил, и я решил, почему бы не снять анбоксинг. Возможно, этого станет достаточно, но если нет, то когда-нибудь сделаем подробное обучающее видео. Что такое судоку-куб? Это кубик, у которого вместо цветных граней на каждой нейклейке находится какое-то число. Цифры от 1 до 9. 9 имеет подчеркивание, чтобы ее не путать с 6, хотя 6 расположены на ребрах, а 9 на углу. Очевидно, что кубик собирается похожим образом, как стандартный кубик рубика 3х3, но из-за того, что здесь только цифры, есть некоторые особенности. Стоит сказать пару слов о том, как располагаются цифры. Существует много разных схем, я выбрал одну из них, и это будет, естественно, влиять на сборку. В чем особенность? Верхняя грань, нижняя грань. Все боковые грани ориентированы вертикально. То есть цифры стоят вертикально на каждой боковой грани. Если мы возьмем нижнюю грань, то она, если вот так вращать кубик, совпадает по направлению с какой-то боковой и с верхней. Получается вот так вот, одинаковое направление, низ, перед, вверх, и все боковые стоят цифры вертикально. Можно располагать по-другому, но мне показалось в те годы, когда это наклеивалось, что так интереснее. Какие здесь особенности? Если на кубике рубика все элементы уникальны, и каждое ребро имеет свои цвета, зелено-оранжевые, зелено-красные, то здесь ребра на втором слое, в такой ориентации наклеек, все одинаковые. 6-4, 6-4, 6-4. А значит, от их переменной мест могут возникать псевдопаритеты. Также здесь центры все одинаковые. Ну, одноцветные и с одинаковыми цифрами. И центры нужно ориентировать, все центры этой пятерки. Кроме того, есть другие одинаковые ребра. К примеру, если мы возьмем здесь 2-8 ребро, то точно такое же находится здесь. Если их перепутать местами, тоже возникнут псевдопаритеты. Еще интересно, что есть ребра 8-8, которые непонятно какой стороной они ориентированы. Симметричны. Есть 8 на 8, есть 2 на 2. Но обычно это вызывает несложность, наоборот, упрощение. На этапе верхнего креста здесь можно расположить как угодно. И до того, как перемешать, а мы обязательно соберем сейчас судок и куб, стоит еще немного на него посмотреть. Нижний слой содержит цифры 7, 8, 9. Если такая раскладка чисел 7, 8, 9 везде. А значит, на первом слое сбоку не должно быть других цифр, только 7, 8, 9. Собирать мы будем уже послойно. А значит, вот эти вот числа от 1 до 9 должны на боках иметь 7, 8, 9 и ничего иного. В свою очередь верхний слой должен содержать цифры 1, 2, 3. А значит, когда мы будем собирать вот эти 9, мы должны понимать, что 2 должна быть с восьмеркой и 6 должна быть с восьмеркой. Все ребра должны быть с восьмерками. Здесь четверки и шестерки, а здесь есть разный набор 2, 2, 2, 4, 2, 8 и 2, 6. Везде двойки. С двойками верхний слой, с восьмерками нижний слой. Ну и так далее. Перемешаем. Сделан на основе кубика Шэнк Шоу, не помню какого, самого дешевого на те времена, в году, наверное. В 2015 или 2016. Здесь трудно понять, хорошо ли кубик перемешан или нет, так как цифры все одинаковые. Ну, давайте начнем. Выбираем абсолютно любой центр. Допустим, вот эта пятерка. Здесь должны стоять цифры 2, 4, 6, 8. Нетрудно догадаться, почему именно так. Значит, сначала найдем двойку, ну и любую другую цифру из названных с восьмерками. Вот я вижу 4, 8. Да, и можно развернуть. Вот так получится 4, 5. Сюда нужно все-таки двойка. Двойка с восьмеркой. Я нашел восьмерку с восьмеркой. Можно поставить напротив. Да, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда шестерку надо, а вот и двойка нашлась. 2, 4, 8. И нужна еще шестерка. Шестерка с восьмеркой. Вот так. Получаем 2, 4, 5, 6, 8. Кубакам везде восьмерки. Уже неплохо. Но пятерки вот эти могут вращаться, поэтому их нужно развернуть, прежде чем будем собирать уголки. Как и на любом шейп-моде. Делаем это вот так. Поднимаем, отводим в сторону, разворачиваем пятерку кверх ногами, возвращаем ребро и сюда опускаем. Ну, то же самое. Можно это, естественно, просчитывать, пока тащим ребро на место. Вот получился крест. Показываю все равно рандомно стоящие цифры, но это крест. 2, 5, 8, 4, 5, 6. Здесь должна быть единица. Единица здесь стоит. Но посмотрим на боковые стороны. Здесь тройки. Должна быть тут девятка, а тут семерка. 9, 7. Значит, эта единица нам не подходит. Ищем другую. 1, 3, 9. Тоже не подойдет. Углы. Каждый, помимо нужной цифры, должны иметь 7 и 9. Для первого слоя. Вот. Ну и как будто это белый цвет. Один пиф-паф поставит нам на место. Вот уже 7, 8, 8, 9, 1, 2. Все хорошо. Ищем тройку. Я проверю. Это не та. 3, 9, 1 не подойдет. 3, 7, 1 не подойдет. Вот. 3, 7, 9. Тройка находится сверху. Крест снизу. Можно сделать 3 пиф-пафа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девятки нет. Семерку проверим. Сбоку. Что-то не то. Две девятки. Это нам не подойдет. А, девятка как раз вот отсюда. Ну а сейчас поставим семерку. Нормальную. И девятку освободим. Вот семерка. Ну здесь две семерки. И одна девятка. Сейчас выберем, какая нам подойдет. Сначала поставим вот эту. Смотрим. Тут красиво. Но сбоку девятка на боку. Ну не так. А наша семерка должна быть вот эта. Опять делаем пиф-паф. Получаем. Ну можно сделать несколько пиф-пафов. Пока на место не встанет уже красиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сюда нужна девятка. Смотрим. Девятку. Она как раз должна была появиться где-то. Вот такая девятка. Опять пиф-пафами. Любыми способами можно ставить ее на место. Получаем, что первая сторона вроде хороша. Проверяем, что пятерка стоит красиво. А здесь везде 7, 8, 9. Все. Первый слой готов. Далее второй слой делается очень легко. Одинаковые ребра. Но главное их поставить нужной стороной. То есть вот эта 6, 4 явно перевернута. Это тоже. Находим 6, 4 сверху. Ну и наверное разумно, он стоит даже вот так. Ставить сначала на то место, где стоит кривое ребро. Перевернутое. То есть это нужно поставить сюда. Как в любом шейп-моде, можно наклонить, понять с какой стороны. Ну, если у нас шестерка примыкает к пятерке, то ее нужно поставить направо. Если была бы четверка здесь, то надо было ставить налево. Алгоритмом из кубика 3х3. Вот стоит на месте. Наверняка поднялось ребро. Вот оно. Здесь занято. Здесь тоже. Ну, можем поставить вот сюда направо. Так. Ну, а вот это придется все-таки перевернуть. Можно либо поставить сначала какое-то другое, и потом это тем же способом. Либо любой алгоритм из кубика, который позволяет развернуть это ребро. Получаем уже готовы два слоя. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Везде на боковых сторонах. Главное не использовать алгоритмы типа ромашки и лесенки. Они будут разворачивать центры. Смотрим верхний слой. Сначала нужно, как на кубике 3х3, ориентировать верхний крест. А это значит, что вот эти двойки все должны быть по бокам, кроме одной. У нас есть 2, 2. И тут непонятно, какова ориентация. А по остальным все понятно. Если двойки сверху, значит стоят неправильно. Значит эти два ребра точно нужно развернуть. Вот это разворачивать не надо. А это как получится. В итоге получается, что два нужно развернуть. А мы помним, что разворачивать можно только четное количество. Иначе вот эти два трогать не надо. То есть у нас получается эта галка. И вот этот элемент 2, 2 мы можем воспринимать так, как нам удобно. Если бы нас требовалось развернуть только одно ребро, мы бы развернули его вместе с этим, чтобы было два. Но если три, то развернули бы четыре. Ну и так далее. Сделаем галку. Да, если вы не умеете собирать кубик рубика 3х3, то судоку куб лучше не трогать. Это ложить на потом. Смотрим, что получилось. 2, 2, 2, 2. Проще смотреть по боковым сторонам, что везде двойки, а значит крест правильно ориентирован. Смотрим на порядок. Ну тут везде двойки, поэтому надо ориентировать относительно вот этого. Вот у нас пятерка стоит. И мы видим, что 2, 4, 6, 8 стоит хорошо. Но пятерка перевернута. Допустим, у нас они стояли как-то не так. Если здесь мы просто развернем пятерку, алгоритм либо 2т перма, либо ru, r'у повторить пять раз. Давайте сделаю, раз начал. Да, и вот у нас уже ребра стоят хорошо. Остается переставить и развернуть уголки. Но если ребра стоят не очень, то их можно переставлять при помощи алгоритмов из кубика 3х3. К примеру, рыбки, если углы еще пока не собирались, либо из метода для начинающих, семеркой, если углы уже ориентированы. К примеру, нам ничего не мешает сейчас ориентировать углы. Мы можем понять, как они быть должны. Единственная сложность будет вот с этим, 1, 3, 3. Давайте посмотрим. Вот этот 3, 1, 1, стоит плохо. Да, потому что единичка на боку. Да, сложность все-таки с двумя уголками. А с этими все понятно. Вот 7, ориентированно хорошо, семерка сверху. Здесь сверху должна быть девятка. Здесь, ну очевидно, если две единички, то одна из них должна быть здесь. И по тем же соображениям тройка должна быть тоже здесь, но, видимо, не та. Можно разворачивать обычными пиф-пафами. Давайте попробуем. Семерка стоит хорошо, как в 3х3, будем разворачивать. Девятка сзади, значит 2 пиф-пафа. Ну и очевидно, если у нас сделано 2 пиф-пафа, то в сумме должно быть кратно 6. То вот эти два уголка тоже потребуют по 2 пиф-пафа. Если бы здесь было 4, то эти по 4. Ну, либо смотреть по обстоятельствам. Я сделаю по 2. Главное, чтобы кратно 6. Посмотрю, что получилось. 1, 3, 7, 9. Все красиво. И по бокам везде 1, 2, 3. Единственное, надо будет их переставлять, наверное. То есть сначала мы можем, как в кубике 3х3, все ориентировать правильно. Это чуть посложнее, но возможно. Дальше мы проверяем, что ребра стоят на местах. Если нет... Давай сейчас сломаю. Вот я перемешал ребра. И смотрю, что не так. 2, 4, 8. Это кто? Это 6. А стоят неправильно. Мы берем 2 правильных ребра. И эти 2 переставляем. Но когда центр ориентирован, иногда проще это делать рыбками. Но в данном случае, когда ориентация всех остальных центров правильно, мы можем переставить и так. Вот 2 ребра правильно относительно друг к другу стоят. Вот эти 2 меняем местами. То есть алгоритм из кубика 3х3. И смотрим, что у нас случилось. 2, 4, 6, 8. Встали ребра. А центр будет либо в кверх ногами, либо правильно. Под 90 градусов поворота быть не должно. Но это возможно. Сейчас мы развернем вот это. Поставим углы. И я покажу, что еще бывает. 2, 4, 5, 6, 8. Давайте уголки переставим. На месте стоит кто? Вот эта семерка. И поставим вот это все обратно. Так, а я что-то не то прокрутил, да? О, я все сломал. Я восстановил первые 2 слоя. И посмотрим еще раз, как решается крест. 6, 2 ориентирно правильно, двойка сбоку. 8, 2 тоже. А значит, вот эти 2 нужно развернуть. Это получается уже палка. Так. 2, 4. 6, 8. И мы видим, что они стоят как-то хаотично. Какие же из них правильно. Вот 4, 8 стоит правильно. 4, 6. А 2, 8 нужно поменять местами. Поменять можно либо два раза сделать алгоритм, который я показывал, либо T-Perm. Для этого, ну, из любого положения просто выполняем T-Perm. Посмотрим, что получится. Нам нужно, чтобы вот развернулся. Еще центр желательно. Так. И видим. 2, 4, 6, 8. А центр развернут. Опять делаем. R-U, R-U, 5 раз. Либо еще два T-Perm. Так. Вот крест. Хорош. А здесь все единицы. Очень интересно. Давайте, наверное, сначала переставим, что вдруг здесь псевдопаритет какой-то получился, а потом развернем. Так, наверное, будет проще. 1, 1, 3 стоит красиво, хорошо и правильно ориентирован. Хотя нет, давайте развернем. Здесь должна быть тройка. Тройка сзади. Значит, делаем 2 пиф-пафа. Когда один уголок ориентирован правильно, становится сразу проще. Ну и вот. Слишком много троек. А, не угадал я, получается. Не угадал, потому что они стоят не на своих местах. Очевидно. Это не тройка. Это должна быть семерка. Значит, еще раз, два, три. И проверяем. И вот теперь набор правильный. 1, 3, 7, 9. И вот эти нужно переставить. Я в прошлый раз начал делать один алгоритм и закончил другим. И вот. Получилось, что судоку-куб собран. Но бывает гораздо интереснее. И чтобы смоделировать эту ситуацию, можно просто взять и поменять местами какие-то два одинаковых ребра. Ну, к примеру, вот эти 6,4 я сейчас поменяю. На место шестерки с четверкой я поставлю 2,2. И потом, когда она высвободится, поставлю сюда и это сюда. То есть сначала 2,2 сюда. Верхний слой, понятно, сломается. Теперь 6,4 получается налево. И вот это 6,4 направо. И вот. Мы что-то поменяли. Два нижних слоя никак не изменились. А вверх собираем вновь. Видим кучу двоек. Но значит, 3 ребра как минимум неправильно ориентированные. Развяжем все 4. Сейчас сделаю какую-нибудь палку. Вижу тут две двойки. Тут 6,4. Значит, галка. Два, четыре, пять, шесть, восемь. Пятерка на боку. Ребра стоят вроде в нужном порядке. Да. И хочется их переставить против часовой стрелки. Давайте пока представим, что центр нормальный. И переставим уголки. 1, 1, 3. Это вроде бы стоит не на месте. Да, здесь должен быть 3, 1, 1. Не, на месте стоит. 3, 1, 1. Этот на месте. Этот 3, 1, 3 должен быть. Вот этот. Горыш, надо переставлять. Этот стоит хорошо. Переставили как-то. Но это пока еще не то. Этот стал вообще красиво. Да, отсюда. Этот не отсюда. И этот не отсюда. Этот на месте. И получается, там помимо всего прочего, нужно переставить два угла. А мы помним из мастер-морфиксов больших, что разворот центра на 90 градусов – это и есть паритет. Ну, в данном случае псевдо-паритет. Так как из-за одинаковых элементов у нас такое случилось. То есть мы либо поставим углы правильно, либо ребра, одно из двух. То есть вот эти два сейчас нужно переставлять. И мы не сможем это сделать никакими классическими алгоритмами 3 на 3, пока не поменяем какие-то два одинаковых ребра местами. Либо 8, 2 и 8, 2. Вот этот. Да, отсюда. 8, 2, 8, 2. Либо, как мы это и смоделировали, 6, 4, 6, 4. Ну, давайте поменяем 8, 2. То есть я вот так вот подниму, заменю вот этот. И вот так. У нас, наверное, здесь что-то сломается. Ну, а здесь развернулся центр. А это, ну, конечно, лечится. Давайте посмотрим, если я так не пробовал. Да, нужно вот этот. Чтобы развернуть боковой центр, можно делать ЮПЕРМ. Алгоритм из кубика 3 на 3. И он будет поворачивать на 90 градусов. Выглядит так. Переставляется 3. И вот нам нужно сделать либо один, либо три раза, чтобы все сработало. Так. Здесь получилось кверх ногами. Ну, можно продолжать, либо сделать 2 ТЕПЕРМ. Еще раз повернулся. Ну, можно было сделать зеркально. Да, вернее, реверс. И было бы за один раз. А почему я так сделаю? Ну, чтобы поменьше собирать. Хотя, возможно, движение получилось и больше. Главное, что вот здесь вот не развернуто. Так. Смотрим дальше. 2, 2, 6, 8. Эти ориентированы правильно. Эти будем разворачивать. Все равно пересобирать много. 2, 4, 8, 6. Уже неплохо. Здесь 1, 1, 3. 3, 3. Все криво. Вот этот ориентирован правильно. Да. И этот. И этот правильно. То есть, два ориентированы правильно. Вот эти надо разворачивать. Здесь нужно единичку наверх. Попробуем. Раз, два. И вот эти стоят хорошо. А значит, на диагональном уголке будем делать 4 пиф-пафа. Чтобы в сумме было 6. И вот у нас верхний слой правильно ориентирован. Теперь нужно только поставить все по местам. А что у нас не так стоит? 6, 8. 2, 4. То есть, 2, 6 стоит хорошо. А 4, 8 нужно поменять. Ну, будем менять. Смотрим. Стоят красиво уже все. Только в нужную ориентацию поставим, чтобы вот так совпадали все числа. 2, 5, 8, 4, 5, 6. Пятерочка ориентирована. Хорошо. Если бы была бы кверх ногами, сделали бы 2-т-перма, либо р-у, р-ш-трих-у 5 раз. Ну и теперь переставляем. 1, 3, 9, 7. Все не на местах. Прокидываем на себя. Делаем первый. А первым. Кто-нибудь должен встать. Встала семерка. Перехватываем. Делаем еще. И все. Собралось. По факту, это единственная сложность, которая может встретиться на судоку. То есть, одинаковые ребра могут не дать собрать верхний слой. Остальное просто чуть сложнее ориентироваться. И единственное, вот это ребро 2-2, которое сверху, с ним надо быть просто чуть повнимательнее. И использовать его так, как удобно. Либо как правильно ориентировано, либо как неправильно. А значит, если у вас что-то на верхнем слое не получается при такой раскладке цифр, поменяйте два вот этих ребра местами. И все станет хорошо. Я сейчас перед записью пособирал тоже судоку и подумал. Ну, если вот ребра нужно по часовой стрелке, к примеру, провернуть, и тогда центр развернется на 90 градусов. А центры здесь одинаковые. Ведь наверняка же можно использовать формулу из void куба, которая выглядит вот так вот. 7 пиф-пафов с перехватом. Я думал, ну какой же я хитрый. Какую фишку мне удалось обнаружить. Да, и получается, что у нас эти же пятерки все одинаковые, и не будет видно, что они переместились. Уголки остаются на местах, никак не передвигаются, не переворачиваются. И будет хорошо. Но выяснилось, что от этого алгоритма нижний центр, вот этот, он разворачивается на 90 градусов. И становится бесполезно его применение. Да, если вот сделать алгоритм, то нижняя пятерка развернется на 90 градусов. А эти действительно будут незаметно, как переставились. Вот такой вот интересный судаку-куб. Если вы какие-то свои фишки придумали, либо у вас другие интересные раскладки, пишите в комментариях. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok